Добрый вечер, в эфире весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Черкески в рамках проекта «Парта героев» вековечили память имя Сергея Борисова, который погиб при исполнении служебного долга в 2002 году. В Карачаево-Черкесии проходят мероприятия Всероссийской патриотической акции. Росгвардейцы почтили память известных военачальников страны. Поддержку бойцов, борющихся за интересы своей страны, а не считая долгом каждого. Активисты фонда «За Родину» ищут одежду для военнослужащих СПО. Праздник самого популярного вида спорта. 4,5 миллиарда человек в мире любят футбол. Праздник отметили и в Черкесске. Ко дню Героев Отечества в рамках Всероссийского проекта «Парта героев» в школе номер 8 города Черкеска уиковечена память сотрудника ОМОН, капитана милиции Сергея Борисова, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской республике в 2002 году. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В актовом зале 8-й школы Черкеска собрались представители регионального правительства, сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии и Республики. Ветераны ведомства, родные и близкие Сергея Борисова, руководство, педагоги и учащиеся. Заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Виталий Павелитца рассказал, что такие мероприятия очень значимы для подрастающего поколения. Каждый военнослужащий сотрудник, который выполняет свой долг, при этом защищая своих товарищей, он для нас всегда остаётся героем. Поэтому было принято решение во взаимодействии с ветеранской организацией в той школе, где он учился, организовать «Парту героя». Цель проекта «Парта героя» – напомнить обучающимся о земляках-героях, выпускниках школы, совершивших доблестный поступок, проявивших мужество, готовность и самопожертвование. Ведь очень часто бывает так, что мы не знаем о подвигах, которые совершены этими людьми, и не догадываемся, что настоящие герои живут рядом с нами. Подрастающее поколение должно на примерах, положительных примерах своих предшественников учиться, брать примеры, может быть, даже и повторять, что мы сегодня и видим, что там патриотичная молодёжь, которая имела такого рода подготовку, сегодня выполняет свой воинский долг на полях сражений, специальной военной операции. Выпускник 8-й школы Черкеска, полковник полиции Сергей Владимирович Борисов за время службы показал себя как смелый, добросовестный и достойный воин, а также грамотный, требовательный к себе и подчинённым руководителям. В июле 2002 года в ходе боевого столкновения получил смертельное ранение при исполнении служебных обязанностей в Чеченской республике. Надо дать ему должное. Это был один из таких самых надёжных друзей, боевых товарищей, который никогда не прятался за спиной. Всегда был впереди. Вот он учился в этой вашей школе, и из вашей школы вышел такой человек. Им можно гордиться, на него можно равняться. Я, конечно, вам всем желаю здоровья, чтобы мирное небо было над головой, не было войны, чтобы закончились все. История подвига Сергея Борисова, его архивные фотоснимки, биографии, заслуги перед Отечеством отображены на парте героя. Почётное право первым сесть за парту предоставилось двоим десятиклассникам, отличникам учёбы, победителям конкурсов и предметных олимпиад. Я благодарна за то, что мне выпала честь первой сесть за парту героя Борисова Сергея Владимировича. Обещаю в дальнейшем отлично учиться и активно участвовать в жизни школы. Много тёплых и трогательных слов прозвучало в адрес героя от присутствующих. Такие мероприятия – неотъемлемая часть воспитания у подрастающего поколения, любви к родине, сохранение памяти о прошлом и настоящем нашей страны. Завершилось мероприятие возложением цветов и минуты молчания. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. В Карачаево-Черкесии проходят мероприятия Всероссийской патриотической акции. Офицер регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии Наталья Олейникова провела памятное мероприятие для молодых сотрудников в рамках Всероссийской акции «Спасибо героям», приуроченной ко Дню Героев Отечества. На леве воинской славы, расположенной в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» города Черкеска, майор полиции рассказала о великих полководцах России, благодаря которым в разные исторические эпохи удалось отстоять независимость страны. Также росгвардейцы почтили память известного летчика-героя России Канамата Баташева, который погиб при выполнении воинского долга. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к мемориалам. В Карачаево-Черкесии сотрудники Федеральной службы безопасности в ходе работы по недопущению распространения в республике идеологии экстремизма пресекли деятельность подпольной ячейки запрещенного на территории России Международного религиозного экстремистского объединения «Аттаквир-Вальхиджра». В результате проведенных мероприятий задержаны 14 человек, причастных к деятельности экстремистской организации и ее пропаганде, в том числе в сети интернет. В местах их проживания обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и средства связи, а также экстремистская литература, изобличающая их противоправную деятельность. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК России. Мероприятия по сбору доказательной базы продолжаются. В отношении ряда задержанных возбуждены уголовные дела. В отношении остальных следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Согласно действующему законодательству участия в деятельности экстремистской организации, наказывается штрафом в размере от 300 до 600 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 6 лет. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 3 плюс 2, днем до плюс 7 и местами до плюс 12. Ночью и утром на дорогах гололедица. Черкесский без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 1 плюс 1, а днем 3-5 градусов выше нуля. Вроде бы такая неважная мелочь. Нижнее белье и пижама в зоне боевых действий. Но, как оказалось, в этих предметах личного гардероба остро нуждаются в госпиталях. При оказании первой помощи одежду с раненых бойцов снимают путем ее разрезания, и зачастую при транспортировке и даже дальнейшем похождении в госпитале на них просто нечего надеть. Об этом стало известно активистам фонда «За родину». Вскоре необходимые и даже веселые подарки были направлены раненым бойцам. О том, как вишенки и утята подняли настроение раненым защитникам Отечества и даже укрепили их боевой дух. В репортаже Мадина Каракетовой. Наблюдая за работой преподавателей и студентов отделения конструирования и моделирования швейных изделий Индустриально-технологического колледжа Черкеска невольно вспоминается знаменитый лозунг «Времен Великой Отечественной войны. Все для фронта, все для победы». На просьбу преподавателей оставаться после занятий и шить нижнее белье и пижамы для госпиталей студентка третьего курса Инна Дугужева откликнулась без раздумий. «Помогаем им таким небольшим нашим трудом. Когда нас об этом попросили наши учителя, то мы были рады им помочь, потому что это наш такой небольшой вклад для этих людей. Очень хотим, чтобы они вернулись здоровыми, живыми». История пошива предметов нижнего белья и пижам для госпиталей сложилась удивительным образом, говорит директор колледжа. О такой необходимости здесь узнали от мамы своих выпускников, Бекбулата и Джамбулата Мамаевых, старший из которых в числе первых принял участие в специальной военной операции на Украине. «Мы поддерживаем связь с родителями. И в разговоре с нашими работниками поднялась тема о том, что вот бы для госпиталей пошить нижнее белье. Почему это тело поднялось от Фатимы Харуновны Мамаевой? Потому что ее старший сын, а она мать пятерых детей, ее старший сын находился в это время на СВО, и получив ранение, лежал в госпитале. Завязался разговор, переписка. Наши работницы пригласили сюда, Фатиму Харуновну. И вот из этого родилось хорошее большое дело». На раненых бойцах при оказании первой медицинской помощи срезают всю одежду, а после заматывают в простынь. И порой в госпитале после медицинских манипуляций и операций бойцу бывает в первое время просто нечего надеть. И мужчины испытывают от этого определенную неловкость. Ткани попадаются с самым разнообразными принтами, поскольку в их основном предоставляют жители республики, рассказывает преподаватель спеццикла Индустриально-технологического колледжа Муратхан Курджева. И из тканей, на которых изображены вишенки, утята, котята и всякая другая милота, и было принято единогласное решение сшить веселое нижнее белье и пижамы, чтобы создать хоть временное, но уют и настроение для тех, кому сейчас тяжело и одиноко. Изделия мы упаковываем в коробочки. Волонтеры фонда «Зов Родины» вкладывают туда тапочки, потом смайлики. И мы стараемся, просим их, чтобы они вручили самым тяжелым, самым таким грустным бойцам. И в результате мы получили отзывы оттуда. Они были благодарны, были наши изделия с таким рисунком веселеньким, поднимали им настроение. И, конечно же, признаются швеи, очень приятно получать приветы от ветки. Из госпиталя им передают слова благодарности не только за такой необходимый подарок, но и за хорошее настроение. Значит, мастерицы швейного дела смогли заставить улыбнуться суровых бойцов. А это самое главное. Бадина Каракетова, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкезия. 10 декабря – Всемирный день самого популярного вида спорта. В Карачаево-Черкесии его отметили подведением итогов футбольного сезона. Тем более, что главная команда Республики Нарт и будущие игроки основы добились весомых успехов. Подробнее расскажет Артур Мкце. Кто-то скажет, что декабрь не футбольный месяц. А ведь именно 10 числа праздник самого популярного вида спорта, которым во всем мире так или иначе увлечены примерно 4,5 миллиарда человек. С недавних пор у Карачаево-Черкесии тоже появился повод присоединиться к торжествам. Благодаря стараниям многих неравнодушных людей, в том числе руководства региона, в Черкесии возродилась профессиональная команда Нарт. Итогом первого полноценного сезона было посвящено торжественное мероприятие. В Музей спортивной славы Республики пришли почти все, кто причастен к успешным выступлениям основного состава и детско-юношеских дружин. «Результаты команды, я считаю, более чем удовлетворительные. Мы вошли в двойку лучших команд России среди третьей лиги. Я считаю, это очень достойный результат. Но мы максималисты, мы хотели первое место, поэтому мы немного расстроились после финала». Умение терпеть трудности, ставить цели, добиваться их, отличают действительно сильные коллективы. Несмотря на неудачу в финале первенства, кубковый матч с победителем зонального турнира, Нарт все-таки выиграл. «Какие чувства испытали, что в финале вы все-таки смогли победить ту команду, которая стала барьером в турнире?» «Эта команда три года не проигрывала никому. Это была наша мотивация, что надо как-то их уже приземлить, так скажем. Огромное спасибо всем ребятам, всему тренерскому штабу, административному, что мы все общее дело сделали». Благодаря стараниям функционеров Нарт из Черкеска предстал в турнире третьей лиги вполне боеспособным коллективом. Все, кого хотели видеть в команде и могли принести пользу, оказались в составе. Так, защитник Астемир Абидов последнее время занимался в Ставрополе. Но когда поступило предложение из родной республики, долго не раздумывал. «Я узнал о возобновлении футбольного клуба «Нарта» еще, наверное, за какой-то срок. И уже примерно предполагал, что буду возвращаться. Желание имелось в любом случае. И как поступил предложение, сразу же не обдумывая вернулся. Потому что это свой город, свои люди, болельщики». По итогам сезона ведомственных наград были удостоены все, те, кто причастен к успешному выступлению команд из Черкеска. От футболистов и тренеров до административного штаба. Впереди новый сезон «Большие планы». У регионального спортивного ведомства это дальнейшее развитие самого популярного вида спорта. «В рамках развития детско-юношеского футбола мы планируем сыграть в этом году в молодежной и юношеской футбольной лиге. Очень престижный чемпионат, который курирует непосредственно основным РФС. Также в этом году у нас завершился проект футбол-школы, в котором мы подключили 20 общеобразовательных учреждений, которые предоставили футбольные мячи, ворота, манишки и так далее». Основную же команду ожидает старт во второй лиге. Там футболисты также надеются выступить успешно. Им, разумеется, будет крайне необходима поддержка своих болельщиков, которые были 12-м игроком на протяжении всего сезона. Артур Махцы, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова